Дорогие друзья, уважаемые коллеги, уважаемые методисты, руководители муниципальных методических служб, все педагогические работники, кто подключаются к нашей работе, мы рассматриваем тему, связанную с созданием, сопровождением инновационных площадок в системе образования. Какими могут быть предложения для методических служб? Размышляя над этим вопросом, нам нужно, вероятно, учитывать, что согласно закону об образовании и другим федеральным нормативным документам, в последние годы произошло серьезное упорядочение деятельности творческих групп проблемных лабораторий, которым до совсем недавнего времени мы, методисты, методические службы или другие экспертные советы присваивали статус экспериментальных площадок, поисковых групп, инновационных центров. Упорядочение связано с регламентами, во-первых, а во-вторых, с процедурами сопровождения открытия организации присвоением того или иного статуса. Итак, в рамках темы номер 4 серии наших вебинаров по организации методической работы, речь будет идти о поддержке, сопровождении различных творческих групп педагогов, образовательных организаций, которые изъявляют желание или, собственно, занимаются инновационной деятельностью. В связи с этим, уважаемые методисты, предлагается несколько вопросов для обсуждения. Но в первую очередь, общее отношение к инновациям в современной школе. Поговорим о существующих аргументах за и против. Неплохо проанализировать актуальность инновационной деятельности и рассмотреть нормативно-правовые аспекты этой деятельности в системе образования. Традиционно провести анализ федеральных документов, посвященных инновационной деятельности, и которые мы, методисты, можем использовать в своей работе. Неплохо было бы поговорить о сущностях и особенностях инновационной деятельности, о структуре инновационных программ, проектов, ну и, наконец, рассмотреть возможные предложения нашего издательства по созданию инновационных площадок. Начинаем работу с учетом вышеназванных вопросов. Мы спрашиваем методистов, мы спрашиваем руководителей образовательной организации, отдельных педагогов. Вы за инновацией? Вы за инновационную деятельность? Или вы не очень активно приветствуете саму идею и относитесь к ней достаточно прохладно? Мы получаем, конечно же, самые разные точки зрения. И давайте поразмышляем, проанализируем эти позиции. Вероятно, они будут важны нам с вами в качестве каких-то наших собственных представлений, перспектив работы, ну как представителей методических служб. Итак, инновации, существующие аргументы против. Вот что нам говорят. Система образования – одна из самых консервативных, максимально традиционных социальных систем. Ну вот, например, посмотрите классноурочную систему. Ей несколько сотен лет. О каких инновациях можно говорить? Ну, трудно не согласиться с этим утверждением. Вместе с тем, нельзя не добавить, что в той же классноурочной системе, например, в 60-е, 90-е годы, то есть совсем недавно, появлялись идеи проблемного обучения, развивающего обучения, дифференцированного обучения, использования технологии межпредметных связей, парсменного состава. Это существенно развивало, меняло классноурочную систему, что позволяет нам говорить о том, что, ну, изменения происходят весьма и весьма значимые. Разве это не определенные фрагменты или серьезные направления преобразования в классноурочной системе? Следующий аргумент. Для инновации необходимо подходящее время, а сейчас не самое лучшее время. Вот работая вместе с вами, дорогие друзья, может быть, не одно уже десятилетие в системе образования, мы постоянно встречаемся с такими утверждениями. В любое время для определенных педагогических работников самая подходящая или не самая подходящая ситуация, все, вероятно, зависит от отношения к тому, что мы делаем и как мы делаем, всего-навсего. Педагоги говорят, разве мы без инновации плохо работаем, мы хорошо работаем, разве не так? Ну, в принципе, так. Но совсем недавний анализ результатов всероссийских проверочных работ, например, говорит нам, что проблемы есть. Почему бы об этих проблемах не поговорить, и почему бы не улучшить нашу с вами работу? Или еще, из-за ваших проектов, в том числе инновационных, нам некогда заниматься детьми. Ну, красивый и убедительный аргумент. Правда, неплохо бы подумать, а с чем я иду к детям, чтобы заниматься с ними? С чем я иду к ним? С каким содержанием, с какими технологиями, с какими разработками? Они достаточно эффективны, они уместны, они принесут достаточный результат. Это вот такие размышления вокруг аргументов против. И, наконец, позиция родителей. Что они там в школе придумали, слышим мы. Мы и без этого ведь выросли нормальными людьми. Несмотря на высокий уровень образования, особенно в начальной школе, и положительными тенденциями, и вниманием родителей к тому, чем занимаются дети, эти все аргументы, которые, безусловно, нужно учитывать, и они есть. Есть ли аргументы «за»? Конечно, да, и нам тоже их хотелось бы назвать. Вот одни из, ну, таких общих, стратегических, может быть, даже философских, точек зрения, мнений, перед вами на слайде. Все социальные системы и системы образования не исключение, находятся в постоянном развитии. В социальных системах нет ничего неизменного, принятого раз и навсегда. Может быть, имеет смысл управлять этими изменениями, включаться в эти изменения, говорить, что нам ничего не нужно, у нас это так все хорошо, просто непродуктивно. Все находится в постоянном развитии. Другой аргумент. Меняется общество и его запросы. Система образования должна учитывать эти изменения и эти ожидания. Педагоги говорят, я хочу повысить качество своей работы. И то, как я работаю и как я делаю, меня не очень устраивает. Хотелось понять, осмыслить новые технологии, новые подходы, новые содержания, новые идеи. Мне интересно все новое, говорят очень многие. И еще управленцы, педагоги размышляют. Ведь в жизни нашего общества, в принципе, в развитии человеческой культуры, цивилизации создаются многие разработки. Появляются новые модели, новые идеи. Интернет, компьютер, электронные учебники, лабораторное оборудование. Так пусть все, что создается в обществе, в нашей экономике, в социальной жизни, пусть все это будет и в нашей школе. Если это так, то мы за инновации. Но теперь вопрос. Инновации, аргументы за, инновации, аргументы против. Наша позиция, позиция методистов, каким может быть мнение методических служб. Вероятно, ответ находится между этими крайними позициями. Инновации необходимы, неизбежны, они являются предопределенными. Но они должны учитывать специфику системы образования. Особенности стереотипа педагогической профессии. По-хорошему, достаточно консервативны. И слава богу, что это так. Разумный баланс между функционированием и развитием. Необходимо продумывать инновации. Каждая из которых вступает, безусловно, и это нормально, вступает в противоречие с традиционными нормами жизни конкретной школы, конкретного детского сада, учреждения дополнительного образования и отдельного работника. Мы аккуратно, с учетом здравого смысла, говорим инновациям. Да, мы готовы этим заниматься. Почему же это актуально? Почему это востребовано? Давайте посмотрим федеральные документы. В том числе есть серьезный, мощный материал, утвержденный правительством Российской Федерации, стратегии инновационного развития. Вот посмотрите на слайде. К основным задачам стратегии, направленной на инновационное развитие, относятся развитие кадрового потенциала в сфере науки образования технологии инноваций. Мы занимаемся кадрами, мы занимаемся повышением квалификации. Стратегия говорит нам, если это инновационное развитие, то вы делаете это весьма эффективно. Повышение инновационной активности и внедрение в управление, в методическую работу современных инновационных технологий. Дальше, обеспечение открытости инновационной системы. Мы знаем с вами, что один из критериев оценки любой образовательной организации, ее открытость в социум. Активизация деятельности, наконец, всех педагогических работников по реализации инновационной деятельности. И так есть стратегия, она утверждена до 2020 года, и мы говорим, это актуально и значимо для нас. Кстати, в этом же документе говорится о компетенциях для инновационной деятельности. Вероятно, нам методистам, методическим службам, методическим структурам, отдельным педагогическим работникам неплохо бы примерить эти компетенции на себя. Ну, в частности, специалист, который занимается инновационной деятельностью, способен, готов к непрерывному образованию. Он постоянно совершенствуется. Он занимается переобучением и самообучением. Он мобилен. Он стремится к новому. Он способен к критическому мышлению. Он готов к разумному риску, креативности, предприимчивости. Умеет работать самостоятельно и в команде. Ну и вот еще. Он владеет иностранными языками. Это все компетенции для методистов, для всех педагогических работников, кто претендует на готовность заниматься инновационной деятельностью. Другие документы, подчеркивающие актуальность инновационной деятельности, дорогие друзья. Госпрограмма развития образования. Вот посмотрите, на слайде мы видим ожидаемые результаты реализации программы. По сути, они отвечают, зачем развитие, зачем инновации. Улучшение результатов российских школьников. Повышение удовлетворенности качества образования. Повышение привлекательности педагогической профессии. Инфраструктура, создание, поддержка этой инфраструктуры. Раннего развития детей. Ликвидация чередей в детские сады. Условия, адекватные существующим требованиям внедрения в ГОСТ. Ну что, неплохие результаты реализации программы, связанные с развитием образования. Там, где развитие образования, там и инновации, которые мы, с учетом здравого смысла, в понимании ситуации за и против, конечно же, поддерживаем. Теперь обратимся к закону об образовании в Российской Федерации, новому закону, статье 20. Уважаемые коллеги, вы помните ее. Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере образования. Два понятия в две категории, которые необходимо четко разводить и фиксировать. Говорится о том, что экспериментальная деятельность не равна инновационной деятельности. Экспериментальная деятельность направлена на разработку, апробацию и внедрение новых технологий и ресурсов и осуществляется в форме эксперимента, порядок и условия проведения которых определяются правительством Российской Федерации. Значит, статус экспериментальных площадок присваивается только на федеральном уровне. На уровне муниципальной методической службы, муниципальной системы образования, вероятно, мы не можем присваивать статус экспериментальных площадок. Что касается инновационных площадок, то они тоже, в принципе, связаны с новой деятельностью, с новыми идеями. Но, в первую очередь, эта новизна предусматривает актуальность, востребованность здесь и сейчас в нашей образовательной организации, в нашей системе образования. Инновационными площадками могут быть площадки, создаваемые на федеральном уровне, на региональном уровне и, вероятно, на муниципальном уровне. На региональном точно, на муниципальном, ну, юристы говорят, что да, если можно на региональном, значит, в принципе, не противоречит созданию этих площадок на муниципальном уровне. И в некоторых муниципалитетах нашей страны мы встречались с положениями муниципальными о создании инновационных площадок, муниципальных инновационных площадок. Дальше, говоря о другом нормативном поле, мы актуализируем, ваше внимание, на приказе Миноборнауки, его номер 611, и был он опубликован, вышел в свет в 2013 году. Приказ называется «Об утверждении порядка формирования и функционирования инновационной структуры в системе образования». Вот, исходя из анализа, в первую очередь, этого документа, а также вышеназванных, представленных на предыдущих слайдах, у нас вышло пособие, как создать инновационную площадку в системе образования. Материалы состоят из двух частей. В их первой части мы анализируем потенциалы, ресурсы инновационной деятельности, показываем роль, место методических служб в создании таких площадок. Во второй части мы размещаем предложение и разработки издательства «Академик книгу учебник» нашего издательства для создания инновационных площадок. Федерального, регионального, в скобках муниципального уровня. Издательство не может создавать инновационные площадки, но поддержать, помочь тем педагогическим работникам, их группам, образовательным организациям, в том числе муниципальным методическим службам, мы готовы и мы это с удовольствием делаем. У нас достаточно много, несколько десятков примеров, когда с учетом наших предложений и разработок в регионах нашей страны успешно создаются и действуют инновационные площадки. Ну, пойдем по порядку. Мы обязательно обсудим наше предложение для вас, уважаемые коллеги. На следующем слайде вы видите общие аргументы в пользу актуальности проблемы. Ярко выражены тенденции, становится придание инновационного характера системе образования, повышение ее открытости. Инновации направлены на повышение качества образования. Почему? Потому что они позволяют концентрировать ресурсы на важных направлениях. Инновации позволяют создавать практикориентированные продукты, востребованные другими школами и педагогами. Это особенно актуально в условиях реализации в ГОС. Инновационная площадка – важный фактор повышения роли престижа образовательной организации и методическая служба, которая обеспечивает поддержку, сопровождение этой организации. Наконец, инновация обеспечивает повышение, рост компетентности педагогических работников на рабочем месте. Здесь и сейчас, в моей образовательной организации или в группе образовательных организаций, которым этим занимаются. Дорогие друзья, ярко выраженные, абсолютно точные, убедительные аргументы в пользу актуальности решения задачи, реализации, создания, поддержки инновационных площадок. Теперь посмотрим более точно, детально на федеральные документы, регламентирующие деятельность инновационных площадок. Статус инновационной площадки присваивается федеральными и региональными органами управления образованием. Мы говорим в скобочках «возможно» и «муниципальными». Повторяем, федеральные органы, органы власти на уровне субъектов Российской Федерации, региональные, создают условия для реализации инновационных проектов, программ и внедрения их результатов в практику. Статья 20. Закона об образовании Российской Федерации. Статья 47. Закона об образовании. Педагогические работники имеют право на участие в экспериментальной деятельности, еще раз подчеркиваю, экспериментальные площадки федеральный уровень, разработки и внедрения инноваций. И в этой связи мы обращаем внимание еще на две наших разработки. Отчасти мы уже их показывали вам по организации методической работы. И вот еще одна разработка в рамках нашей библиотеки руководителей и методистов региональной особенности управления содержанием дошкольного и общего образования. Вот эта разработка, обвожу мышкой, хороша тем, что мы пытаемся здесь анализировать, какими могут быть региональные и муниципальные особенности в рамках реализации в ГОС. В законе об образовании четко сформулирована цель инновационной деятельности, она важна для нас, для нас методистов. Она связана с обеспечением модернизации и развития системы образования, модернизацией и развития с учетом общих тенденций развития нашей страны и приоритетных направлений госполитики в сфере образования. Инновационная деятельность предусматривает реализацию широкого спектра направлений деятельности. Это говорится также в законе об образовании, в том числе научно-педагогического, учебного, методического, организационного, кадрового, материального, технического. Когда некоторым из нас или в целом методическим службам говорят, вы знаете, вы думаете о различных направлениях инновационной деятельности. Так вот, это неактуально, это незначимо, это направление не имеет особых перспектив, давайте не будем торопиться с выводами, хорошо это или плохо. Для начала, размышляя в статье 20 закона об образовании, еще раз посмотрим на направления инновационной деятельности. Они представляются достаточно широкими и включают в себя практически все необходимые аргументы в пользу актуальности любого из названных направлений инновационной деятельности. Когда мы открываем 611 приказ об утверждении порядка формирования инновационных площадок, то мы находим там утверждение, что эти формы могут осуществлять свою деятельность по одному или по нескольким направлениям. По заказу Миноборнауки, по заказу региональных органов в сфере образования или по самостоятельно разработанным инновационным проектам и программам. Мы можем брать заказ сверху, мы можем инициировать заказ на инновационную площадку снизу и могут применяться сетевые формы инновационной деятельности. Мы отдельно говорили с вами о необходимости сетевого взаимодействия и напоминаем вам, что некие модели, образцы, формы сетевого взаимодействия педагогических работников представлены нами вот в этом пособии. Теперь поговорим о соотношении инновационный проект, инновационная площадка и инновационная инфраструктура. Неплохо бы нам, методистам, тоже ориентироваться вот в этой триаде терминов. Итак, творческая инициативная группа любого уровня, заявляя о готовности к инновациям, разрабатывает соответствующий документ. Он называется инновационный проект или программа. И это первый этап организации инновационной деятельности. Созданный документ в соответствии с существующим регламентом на федеральном свой, на региональном свой, вероятно на муниципальном свой, на следующем этапе, условно назовем его второй, проходит экспертизу и в случае положительного результата приобретает статус инновационной площадки. Третий этап. Взаимодействие, сотрудничество с другими площадками позволяет нам организовать инновационную инфраструктуру в системе образования. Роль методических служб на первом этапе – помощь в разработке проекта или программы, определение ее актуальности, поддержка в создании документов. На втором этапе – помощь в получении статуса инновационной площадки. На третьем этапе – организация сетевого взаимодействия или просто взаимодействие с другими площадками, чтобы на уровне региона, муниципалитета можно было говорить об инновационной инфраструктуре. Следующий вопрос, который часто встречается – так все-таки инновационный проект или инновационная программа, как точнее, как правильнее? В федеральных документах различия, уважаемые коллеги, не представлены. Может быть и проект, может быть и программа, как вам удобнее. Предлагаемая на федеральном уровне структура программы или проекта является единой. Решение о том, как называть инновационные материалы проектом или программой, принимают участники этого проекта, этой программы, с учетом имеющего собственного понимания отличий. Если вы считаете нужным дифференцировать проект и программу, пожалуйста. А также с учетом существующего регионального муниципального опыта и традиций проектирования в вашей системе образования. Итак, двигаемся дальше. Мы поговорили об актуальности проблемы. Мы поговорили об инновациях, аргументах за и против. Мы проанализировали федеральные документы, в том числе понимая статус экспериментальной площадки и инновационной площадки. Инновационный проект, программа, инновационная инфраструктура. Теперь несколько слов, собственно, о сущности инновационной деятельности. Что понимать под инновацией? Ну, ответ лежит на поверхности. Может быть, не стоит здесь особенно жонглировать терминами или категориями какими-то. Ну, по сути, это новшество нововведения. Новизна отличает инновацию от обычной работы, от несущественных изменений в образовательной деятельности. Но и здесь нам с вами нужно вести себя очень тонко и аккуратно. Любому человеку можно предъявить обоснованный аргумент. Ну, разве это новое? Это все давно в образовании, в педагогике, в существующем опыте работы. Там есть или существует, или вы просто с этим не знакомы. Вот хотелось бы избежать таких категоричных мнений и суждений. Потому что новизну можно рассматривать не только как исключительно создание действительно чего-то нового в социальных системах, а уж в педагогике, ну, это чрезмерное требование ко всем нам. Но можно рассматривать вместе с такими понятиями, как актуальность, эффективность или механизм развития. Это актуально для нас, для нашей методической службы, для нашей муниципальной системы образования, для конкретной школы актуально. Ну, вот и давайте называть это инновационной деятельностью и заниматься этим. Это востребовано окружающими людьми. Мы все не знаем, как реализовывать программу формирования универсальных учебных действий. В основной школе, в средней школе эта программа называется «Развитие универсальных учебных действий». Это востребовано, это актуально. Давайте обозначим это как инновационная деятельность. Или действительно недостаточно разработано в данной конкретной ситуации, это все можно связывать с инновационной деятельностью. Иногда возникает дискуссия, ну, неужели действительно это можно называть чем-то новым? Мы считаем, что да. И, по сути, актуальность, востребованность, значимость лежит на поверхности, как правило. Определяется ситуация здесь и сейчас. Приведем пример. Вот недавно коллеги одной из методических служб нашей страны прислали нам на экспертизу проект «Воспитательный потенциал начальной школы для достижения результатов освоения основной образовательной программы». Какие новые ресурсы они предлагают для этого? Предметные области. Давайте посмотрим. Предметные области учебного плана «Русский язык, литературное чтение» и «Основы религиозных культур, светской этики». Это новые области со своими задачами. Ну, напоминаем, что в учебном плане была область филология, сейчас она разделена на и «Русский язык, литературное чтение» и «Иностранный язык». Не только же разделена, но сформулированы свои цели, задачи, там скорректировано содержание. Новая ситуация. Да. Дальше. Программа формирования универсальных учебных действий со своими личностными и метапредметными результатами и со своими типовыми задачами. Новая ситуация. Да. Программа воспитания, программа внеурочной деятельности, программа коррекционной работы. Это все новые ресурсы, достаточно новые ресурсы, которые могут быть использованы в инновационном проекте «Воспитательный потенциал начальной школы». Мы поддержали эту площадку, и она уже получила статус региональной инновационной площадки уже успешно действует. Итак, инновационная деятельность – это относительно новая деятельность по созданию с помощью программы реализации этого проекта и календарного плана, освоение образовательной организации и ближним кругом разработчиков и распространению и использованию инноваций. В разделе есть направления, предложения по распространению и внедрению результатов проекта в массовую практику. Кто является разработчиками инновационной программы? На кого нам, методистам, обращать внимание? Мы говорили уже с вами о том, что это может быть творческая проектная группа под руководством директора школы, детского сада или одного из заместителей. И кураторами здесь могут в группе поддержки выступать сотрудники методических служб. В группу включаются различные категории в соответствии с обозначенным проблемным полем, целями и задачами, различные педагогические работники. А если на статус площадки претендует несколько образовательных организаций, то они делегируют в проектную группу своих представителей. А теперь, собственно, к структуре инновационной программы или проекта, мы сказали уже кому как угодно, кому как нравится, перейдем. Зачем нам важно проанализировать эту структуру? Потому что мы, методисты, начинаем понимать федеральные требования к современным инновациям. Мы понимаем содержательное наполнение нашей инновационной деятельности, те требования, которые предъявляются к нам, методистам, если мы включаемся в различного уровня инновационную деятельность. Итак, структура программы или проекта, претендующий на статус инновационный, включает в себя наименование и местонахождение образовательной организации. Это из федерального приказа 611 мы берем структуру. Цели и задачи, основная идея или идеи, обоснование значимости. Вот второе, третье и четвертое составляющие вызывают у образовательных организаций достаточные сложности. И мы, методисты, методические структуры, службы поддержки образовательных организаций, конечно же, должны здесь нашим коллегам помогать. Но это еще не вся структура. Следующий раздел – программа реализации, включая в себя исходные теоретические положения, этапы содержания и методы деятельности, прогнозируемые результаты, необходимые условия организации работы, средства контроля, перечень разработок по теме проекта или программы. Далее, календарный план, обоснование возможностей реализации проекта, решение органов самоуправления на участие в реализации проекта, предложение по распространению и внедрению результатов в массовую практику и, наконец, обоснование устойчивости. Давайте посмотрим еще раз, с чем, как правило, при подготовке вот такой заявки возникают проблемы. Мы уже сказали о целях и задачах, как проблемном поле, идее и обосновании значимости. Конечно, возникают сложности с теоретическими положениями, но вот с этапами и методами полегче, с прогнозируемыми результатами сложновато. Условия, с этим, как правило, коллеги справляются. Средства контроля, ну, здесь, в принципе, не так сложно. Разработки по теме тоже указываются довольно уверенно. Календарный план не вызывает, как правило, особых проблем. Решение органов самоуправления, техническая задача, обоснование возможности реализации проекта. Ну, здесь нужна помощь. Распространение и внедрение результатов, какие могут быть предложения. Тоже нужна консультационная поддержка. И, наконец, обоснование устойчивости результатов программы проекта. Тоже довольно сложный раздел. Итак, анализируя структуру заявки на получение статуса инновационной площадки, анализируя требования к программе проекта, мы видим, что необходимо поддерживать педагогических работников, которые стремятся к инновационной деятельности. Именно поэтому в нашем издательстве разработаны предложения по созданию инновационных площадок. По сути дела, это проекты, программы на получение статуса инновационной площадки. За каждым этим предложением стоит определенный образовательный проект нашего издательства. Мы не придумывали возможные варианты заявок в чистом поле. Нет. Каждая площадка получает гарантированное дидактическое и методическое сопровождение, в том числе дистанционное, в том числе с непосредственным посещением региона или муниципалитета. Что еще нужно сказать, отворяя собственные комментарии и характеристику вот этих проектов или программ, которые мы предлагаем для использования? Конечно, у нас имеется, и мы опираемся на него, многолетний опыт деятельности базовых школ, информационно-консультационных центров, которые имеются практически во всех регионах нашей страны, на региональном или муниципальном уровне. Ну вот, а теперь вы видите слайд, и один слайд будет заменять другой, на которых мы очень коротко будем осуществлять презентацию этих самых инновационных проектов, которые мы предлагаем вам, уважаемые коллеги, для реализации в ваших регионах и муниципалитетах. Итак, издательство «Академик книгоучебник» не присваивает статус инновационной площадки. Как показывает анализ федеральных документов, такие организации, как наша, никто не обладает вышеуказанными полномочиями, но выступать в качестве экспертов, в качестве организаторов, в качестве специалистов, которые могут прокомментировать и обеспечить наиболее эффективное использование содержания образования, мы готовы и с удовольствием это делаем. Несколько проектов, назовем их, формулировки на слайдах, подготовка дошкольников к обучению в начальной школе в условиях реализации в ГОС. Новизна этого инновационного проекта, который мы предлагаем для реализации, на основе нашей программы «Предшкола нового поколения» заключается в том, что дети, готовясь к обучению в первом классе, готовятся к обучению в условиях реализации новых стандартов. Основная идея новых стандартов – формирование у ребенка умений учиться. Умения учиться связаны с универсальными учебными действиями. Неплохо бы на этапе взаимодействия с детьми старшего дошкольного возраста говорить о предпосылках формирования этих универсальных учебных действий. Вот на это и нацелен первый предлагаемый вам инновационный проект. Используйте в работе. Мы готовы вам предоставить все материалы разработки по этому проекту, для того, чтобы конкретизировать его содержательно, организационно, с учетом региональных и муниципальных особенностей, и обеспечить всю необходимую для этого методическую поддержку. Другой инновационный проект – это связь печатных и электронных ресурсов для достижения планируемых результатов обучения в начальной школе. Основу этого проекта составляет наша система «Перспективная начальная школа» и все наши ресурсы в печатной и в электронной форме. Вы знаете, уважаемые коллеги, что образовательная организация имеет право использовать и печатные, и электронные ресурсы. И в современной ситуации, которую, вероятно, можно назвать переходной, следует вести речь о наиболее эффективном использовании и печатных, и электронных на уроках, и во внеурочной деятельности. Вот как делать это наиболее эффективно, как выстраивать урок с использованием двух групп вот этих ресурсов, это достаточно новая задача и предлагаемый соответствующий инновационный проект. Дальше. «Одаренные дети» – следующий проект. Ну, называем более аккуратно эту категорию детей. Речь идет о способных или талантливых обучающихся в начальной школе. Для этого нами предлагаются не только учебники и тетрадины самостоятельной работы, в которых есть задания повышенного уровня, направленные на эту категорию детей. Не только вся деятельность, связанная с уровнем «ребенок получит возможность научиться», но и новые, уникальные, совершенно востребованные разработки, которые могут использоваться как на уроках, так и за их пределами, имеются в виду тетрадины для сопостоятельной и внеурочной деятельности. По направлению «Общеинтеллектуальное развитие детей», «Общекультурное», «Социализация» и другие. Пожалуйста, эта заявка тоже ждет вас. Инклюзивное образование. Мы знаем, что это значимое направление нашей работы, и в соответствии с актуальностью этой деятельности, нами разработан инновационный проект «Инклюзивное образование». В нем мы предлагаем использовать не только наши учебники, пособия и другие материалы, которые имеют большой потенциал и ресурс для поддержки детей с ОВЗ, но и вот посмотрите, совсем недавно вышедшие пособия связаны с индивидуальными учебными планами обучающихся. Уникальные материалы с конкретными разработками сетов часов для разных групп детей, которые по разным причинам включаются в жизнь обычной школы со статусом инклюзивного образования. Новый, интересный, инновационный проект. Дальше, следующая разработка связана с организацией внеурочной деятельности. У нас в ближайшее время выйдет новый формат программ курсов внеурочной деятельности. Всего их 12. По 4 программы размещены вот в этих трех сборниках. Обложки вы видите на слайде. Это полноценные, в полной мере отвечающие всем требованиям организации внеурочной деятельности в начальной школе программы. Их ценность еще в том, что для каждой этой программы имеется эффективное учебно-методическое и дидактическое сопровождение. Кроме того, у нас имеется опыт организации внеурочной деятельности, представленный в печатной или электронной форме. А вот в качестве разработок, которые имеют у нас для программ внеурочной деятельности, здесь размещен музей в твоем классе. Еще раз хочу сказать, что для каждой программы у нас есть соответствующее обеспечение. Следующий инновационный проект, который мы называем, дорогие друзья, это реализация идей, моделей развивающего обучения в основной школе. Здесь у нас пока несколько линеек, но они носят ярко выраженный развивающий характер. И нам хотелось бы реализовывать идеи развивающего обучения, широко представленные на уровне дошкольного, начального образования, также и в начальной школе. Имеется в виду наша биология, 5-9, общество знания, английский язык и два курса «Экология. Основы правовых знаний». Если вас интересует такой инновационный проект, идея развивающего обучения в основной школе, пожалуйста, мы готовы к вашей поддержке. Еще два проекта, связанные с управлением и оценкой качества. Вот на этом слайде вы видите проект по управлению в условиях реализации в ГОСТ. Мы уже показывали вам наши разработки в рамках библиотека руководителя и методиста по введению в ГОСТ. Пожалуйста, готовый проект для использования мы предлагаем вам. И в частности, в проекте управления отдельный аспект связан с социальными партнерами, с взаимодействием с другими участниками образовательных отношений. И вот эта замечательная серия, напоминаем вам, перспективная начальность школы для родителей, которая может использоваться в рамках этого проекта. И инновационный проект, еще один, заключительный, связанный с созданием и реализацией внутренней системы оценки качества образования и с подробным описанием направления этой оценки, использованием комплексного подхода, целей, задач. Это все для вас, дорогие друзья. Ресурсы для методических служб, которые сами занимаются инновационной деятельностью или оказывают поддержку образовательным организациям, которые эту деятельность осуществляют. В заключении нашего разговора предлагаем вам список литературы просматривать. Мы по теме, которую мы обсуждали сегодня. Благодарим вас за внимание и готовы оказывать вам всяческую поддержку, помощь в замечательной деятельности по инновационному сопровождению нашей системы образования. Успехов вам, дорогие друзья. Спасибо за внимание. Спасибо.